Российские оккупанты стали массово сдавать своих командиров. Причина тому – полное бездействие и отсутствие любого наказания при военных преступлениях на линии фронта или же в тылу российской военщины. К чему это все может привести? Мы решили сделать материал о том, каким образом в российской армии сдают своих же, и почему дальше вся ситуация будет только хуже. Давайте его посмотрим, а после с экспертом обсудим все детали. Что ни день, то в российской армии разгораются новые скандалы. Мобилизованные россияне и контрактники стали массово записывать видео о беспределе командиров, опасаясь за свои жизни. Просто-напросто, без всякой подготовки, без умения стрелять, без умения оказывать какую-либо медицинскую помощь. Нас отправляют в штурм, то есть напередок, как пушечное мясо, просто заткнуть нами дыры. Якобы для того, что они хотя бы что-то делают. Мы этого не хотим. Нам уже говорили, хотели нас отправить. Мы отказались, нас избили. Вот, пожалуйста, вы видите результат сами на лицо. Вседозволенность командования поражает. В сети распространились видео, где оккупантов в качестве наказания заставили сжечь свой транспорт. Российская армия демотивирована, ведь за каждый неверный шаг или сказанное слово, которое не понравится командиру, увечья или даже смерть. Мы занимаемся торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование. Ну, как минимум старшее, да? Вот. И поскольку мы в этом никак не участвуем, всячески этому противодействуем, то основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили. Потому что мы на эту тему располагаем достаточно информации о том, кто, что, где и как. Множество людей бросилось к нас оповещать о том, что мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача максимально ужесточить наши условия пребывания на месте. Власть на обращение абсолютно никак не реагирует. По большому счету, почему мы ничего не видим и не слышим сверху, а потому что они ничего не могут сделать. Да, потому что ситуация пошла в разнос. Вот все то, что мы видим, да, это показатели того, что Путин не управляет страной. И, естественно, если он не управляет страной, он не может управлять всей армией. Он не может управлять тем, что происходит на фронте. И поэтому, именно поэтому, все командиры пытаются ухватить и украсть то, что могут украсть и ухватить сегодня, потому что они не понимают, когда все закончится. Вот, к примеру, российские военные выложили видео блиндажа с личной сауной, который их заставил построить один из комбригов. Еще одного военного в качестве взятки выдали немалую сумму денег и в итоге все равно отправили в мясорубку. Дали контакты замполита Оренбург-16. Да, Оренбург-16, контузия-то. Вот, сказал, что вопрос решить можно за полтора миллиона рублей. Вот, я сказал, что сумма крупная, потому что она крупная. Он сказал, что это не ему в карман, а на нужды бригады. Через комбрига, через Меркурия решается вот на нужды. Вот, нужны наличкой. В итоге близкие помогли, собрали, передали. В итоге обманули. Оказался вот в эвакуационной роте. Я попытался объяснить, что мне хреново. Я не могу стоять на ногах, я там брейнджилет не смогу надеть. Я, ну, плохо себя чувствую. Мне сказали, что им без разницы. А иди работать. Иначе ты попадешь в турмовики. С лечением тоже проблемы. Вот, например, вместо больницы раненых сразу определили в морг. А жены оккупантов массово жалуются, что их мужьям отказывают в медицинской помощи и попросту бросают умирать ранеными на поле боя. Кинуло видео, где он на полигоне, на Костылях. И также видеообращение с просьбой о помощи. После публикации, скажем так, и всех этих видео, командование кинуло его в яму, отобрало средства связи. Не давало со мной выходить на связь. Он был в наручниках. Об него сломали и костыли, об него сломали и тройства. Со мной связались сослуживцы и сказали, что муж был ранен в ногу и оставлен своим командиром на позиции. Я опять поехала в часть, чтобы все уточнить, потому что человеку нужна эвакуация, нужна помощь, нужны медикаменты. Они мне ответили, что мужу присвоили статус без вести пропал на основании якобы того, что его больше никто не видел. Но как можно увидеть человека, которого вы оставили раненого и за ним не вернулись? Командир знал, где он находится, но не поспешил ему помочь. Жалуются, видео записывают, но, по мнению экспертов, до бунта на корабле еще очень далеко. Если бы в этих подразделениях были реальные пассионарии, то, конечно, мы бы уже наблюдали солдатские бунты примерно в том же размахе, которые были по инициативе большевиков во время Первой мировой войны. Вопрос, сможем ли мы это наблюдать. Но это будет зависеть от того, что произойдет раньше. Посыпется ситуация внутри страны или посыпется ситуация на фронте. Хотя такие действия командиров приводят не только к отсутствию мотивации у воюющих, но и к отсутствию желания мобилизоваться даже за большие деньги. Для глубинки это какие-то совершенно заоблачные деньги, которые люди зарабатывали раньше за 10 лет. А сейчас такие единоразовые выплаты и то за них уже не идут, потому что понимают, что это билет в один конец. И понятное дело, что люди будут прятаться все сильнее и сильнее и сильнее, потому что Россия большая, есть где спрятаться. А те, кто уже пришли с оружием в Украину, теперь попросту получают по заслугам, да еще и от своих же. Хотели заработать денег на чужом горе, а в итоге получили быструю карму за свои преступления. Когда у России закончатся добровольцы и вообще закончатся ли? Вопрос, согласитесь, очень важный. Игорь Аидман подключается к нашему эфиру для того, чтобы мы это все обсудили. Социолог, публицист и политический эксперт. Здравствуйте, Игорь. От вас видеть. Добрый вечер, взаимно. Ну вот, вы знаете, я сегодня общался с военнослужащим вооруженных сил Украины, и он говорит, что ситуация следующая. Отправляют россиян целыми такими группами через специальный GPS, либо это телефон, либо просто навигатор. Они должны группой прийти в какую-то посадку, поставить метку. Очень часто эти метки просто не доходят. Тогда отсылают другую, 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 другую группы. То есть стратегия такая, что люди не заканчиваются фактически на передовой. Но с другой стороны, мы видим, что все выше и выше Кремлю надо поднимать ставки для того, чтобы кто-то отправлялся на фронт. Вы как социолог, как видите вообще дальнейшую перспективу накопления этого личного ресурса для войны? Он вообще иссякаем у Российской Федерации? Есть ли какой-то лимит, и что с этим можно сделать? Ну, мы видим, тут не надо даже быть социологом, просто отсматривать ситуацию. Мы видим, что цена на пушечное мясо в России растет галлопирующими темпами. Это о чем говорит? Это говорит только об одном, что все сложнее становится привлекать людей по контракту в армию. Им надо платить все больше и больше. И здесь вступает в силу законы экономики, что, во-первых, на любой товар невозможно бесконечно поднимать цену. Это первое. А второе, что повышение цены на товар, в данном случае на товар пушечное мясо, после какой-то границы не ведет к параллельному росту предложения этого товара на рынке. То есть, поднимая цену, не в два раза, например, российские власти не обеспечивают увеличение пропорционально этому количества контрактников. Мы видим, что истерит совершенно российские власти, руководство регионов, что они создали специальную комиссию во главе с Медведевым по привлечению этих контрактников. И очевидно совершенно, что при всем притом людей все-таки не хватает. Не хватает в Украине, не хватает в оккупированных, или на оккупированных территориях, не хватает в Курской области. И вообще, сам прорыв украинской армии в Курской области стал возможным, прежде всего, благодаря тому, что российские власти просто нечем им было ее защищать. То есть, это тоже признак того, что людей не хватает все равно. И генералитет, судя по слухам и публикациям в западных СМИ, давно клянчит у российских властей, у администрации президента новых мобиков, новую мобилизацию. Все эти военкоры, тоже многие из них об этом говорят, что без новой мобилизации они не могут не вести эту войну, или тем более добиваться каких-то в ней успехов. Но здесь уже вступает в силу некая политическая воля диктатора Путина, который на эту мобилизацию предпринимать не хочет. Потому что, во-первых, он видел, что было во время первой волны мобилизации, когда просто был позор и конфуз путинской власти, когда сотни тысяч людей бросились из страны к границам, опозорили Путина, диктатора, который до этого демонстрировал, все время пытался изобразить всему миру, что он поддерживает его люди, что люди готовы его защищать, что ситуация стабильная, и вдруг такой позор и конфуз. Он, естественно, не хочет нового позора и конфуза, он не хочет, скажем, социальных тоже проблем, он же еще и следит за своим рейтингом очень сильное, падение рейтинга и паники в обществе, поэтому он на мобилизацию не идет. Но, как я уже сказал, ресурсы привлечения военнослужащих в действующую армию, в воюющую, оккупационную армию через контракт, этот потенциал просто чисто даже по экономическим уже данным он близок к исчерпанию. Какую перспективу временную рассматривает Кремль, вот учитывая ту информацию, что разговоры о важном, так называемые посвященные Дню Учителя, пройдут они уже в ближайший понедельник, вторая годовщина присоединения к России, оккупированных у украинских областей, нелегитимным образом, конечно. Во всех классах этот урок начнется с рассказа об аннексии, пишут, детям расскажут о восстановлении исторической справедливости и потом начнут говорить уже непосредственно об учителях. Вот из этого складывается такая картина, что Кремль делает серьезную ставку на долгие годы, иначе зачем обрабатывать детей, причем так активно? Что об этом думаете? Ну, естественно, любая власть, тем более любая авторитарная власть, она планирует, у нее горизонт планирования теоретически, это там столетия вперед, да, мы помним, что Гитлер провозгласил тысячелетний третий рейх, правда, просуществовал он не тысячи лет, а 12 всего, ну и понятно, что они тоже мечтали бы о каком-то тысячелетнем рейхе, о том, чтобы действительно оболванить молодежь, с детства оболванивать, чтобы потом уже к взрослому возрасту российские власти при режиме этот получал таких рабов, и рабов-солдат, да, или роботов-солдат, то есть живых людей, которые были уже по сути с промытым сознанием, промытыми мозгами, но мало ли, что они хотят, да, человек предполагает, а Бог располагает, как говорится, то есть они мечтают справить долго, но я думаю, что у этого режима нет многих лет, а этот режим обречен, уже сейчас и признаки его обреченности видны, и более того, при том, что они действительно планируют там оболванивание молодого поколения на многие годы вперед, тем не менее, они практически истерично хватаются за любую надежду скорее как-то эту войну закончить, но естественно своей победой. Мы видели какую истерику, и причем это видно даже не только по официальной пропаганде, но и по, например, телеграм-каналам, которые ведут некоторые российские олигархи и чиновники, то есть они видно, как они с какой-то совершенно шизофренической надеждой надеялись на Трампа, что особенно, естественно, до выдвижения Харрис, что придет Трамп и заставит Украину сдаться России. Но сейчас мы видим, что ситуация изменилась в США, и эти надежды вряд ли реализуются, и у Трампа мало шансов выиграть выборы, тем не менее они хватаются там за другую надежду. Они, вот, например, тот же олигарх Дерипаска, он каждый год пишет, вот, что каждую осень, прошлую осень писал в начале, что еще немного и Украина сдастся, вот прямым текстом практически. Но Украина не сдастся, Лауэси не сдастся, поэтому все их надежды на скорое окончание победы этой войны, они тщетны, а долго вести эту войну, как я уже сказал, не проводя мобилизации, которые они боятся проводить, они не смогут. Да, вы про Трампа сказали, конечно, это отдельная тема для обсуждения, последнее заявление, которое, честно говоря, меня шокирует. Раньше мне казалось, что тема Украины как-то так, знаете, вторым, третьим планом стоит, сейчас активно антиукраинские тезисы звучат со стороны представителей Трампа, прям такие неприкрытые. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Давайте обсудим интересный кейс Игоря Стрелкова, его хотят видеть на фронте, он из колонии пишет письма, что мечтает попасть на войну, но при этом говорит, что помилования у Путина просить не будет. Что думаете об этом кейсе? Вообще, насколько важно таких, что ли, идейных фашистов держать, держать дальше в СИЗО? почему Кремль не выпускает, мог бы, наверное, сплотить вокруг себя много людей или бояться? Ну, история с Гирькиным, она доказывает, что идейных фашистов очень мало в России. То есть, фашистов много, но из них идейных мало, большинство изображает фашизм за большие деньги. Вот Гирькин действительно, скажем так, я не хочу его назвать там бессеребренником, он скорее просто параноик, который одержим своими идеями и ему, видимо, собственные деньги-то не нужны, главное, это его параноидальные идеи. Вот, значит, и он действительно, что характерно, во-первых, его посадили совершенно спокойно и ни одни, никакие магниковые массовые протесты среди других фашистов не было. Более того, другие фашисты просто за милую душу в большинстве своем сдали его с потрохами, что называется, тут же от него отреклись. Вот мы видим тут на заднем фону мелькает другой фашист, Бородай. Вот это типичный фашист за деньги, но он уже Гиркина давно дурачка слил, но потом его слили и другие, в том числе из его знаменитого клуба рассерженных то ли идиотов, то ли патриотов, то ли идиотов-патриотов, но это не суть важна. То есть никто во всей России не нашлось, я не знаю, нескольких сот людей, которые бы вышли бы на протесты в пользу Гиркина, каких-нибудь идейных его единомышленников, фашистов. То есть, как говорится, поддерживают, они готовы, да, фашизм, пожалуйста, войну, все что угодно, но только за большие деньги. Гиркину платить нечем, он никак, у него, кроме его бредовых идей, за душой ничего нет, поэтому он не может колотить даже какую-нибудь секту, там, не знаю, а-ля тех-те секты, да, платные, которые группируются вокруг, там, не знаю, какого-нибудь олигарха Малафеева, потому что ему есть что платить, и он поэтому подкармливает этих патриотов, так называемых, в кавычках, или у Пригожина были такие же прикормленные фашисты, да, фашисты за деньги. Так что, с одной стороны, это, конечно, показывает глубину морального падения российского общества, продажного, насквозь, а с другой стороны, это не так плохо, потому что, когда власть поменяется в России рано или поздно, и фашистам не будут платить, желающих пойти фашисты окажутся единицы. Вот будет стоять какой-нибудь Гиркин, там, как это было в 90-е годы, около музея революции, рядом с Красной площадью, с портретом, там, Сталина или Николая Второго, не знаю, кого он там выберет, еще такие же фриковатые люди, да, но никакого движения, например, за то, что как так, вот как мы сдали свои позиции, мы проиграли войну, ничего такого не будет. Это потому что идейных мало, а деньги платить им уже фашистам не будет источников, из которых можно будет платить деньги. Ну, раз за деньги мы заговорили, то и на низах тоже интересно происходит ситуация. Город Светлодарск, это Донбасс, к сожалению, он оккупирован уже больше двух лет российской оккупационной армией. Видео, как мы видим на кадрах, зимнее, скорее всего, да, не сейчас оно было снято, но там мы четко видим, как продают снаряжение, экипировку и деньги, которые, на деньги, которые владельцы Z-каналов собирают с доверчивых подписчиков. То есть, это так называемая гуманитарка для российской оккупационной армии. Вот она, вот она вся, вся, вся там находится, скорее всего, командиры или кто-то другой просто отправляют за, наверное, небольшие или большие деньги. Ну, смотря какие объемы, да, если там 10 тысяч сапог, то, наверное, деньги большие, если вот немного, то, ну, как видите, вот просто новая полностью форма. Смотрите, обратите внимание, бронежилеты, то есть, все новое, упакованное, не ношенное, то есть, это важно понять, это не секонд-хенд, это новая форма, которую из России покупали или собирали в виде гуманитарки. Вот что думаете об этом? Насколько, если вот при таком отсутствии идеологии может быть дальше сплоченная российская армия? И вот очередной факт видим полного разворовывания, ну, такого я уж, честно говоря, нигде не видел, чтобы гуманитарку просто на рынке продавали. Ну, я ничего здесь удивительного не вижу. Российская армия, она сплочена не идеями, она сплочена двумя вещами, деньгами теми же и насилием, потому что людей или покупают за деньги пушечное мясо, как мы уже сегодня говорили, или и заставляют потом уже чаще всего воевать с помощью насилия, гоняют в эти мясные штурмы и так далее. Была небольшая группа вот этих идейных фашистов, мы помним, они еще там пасутся в Донбассе с 2014 года, но большинство из них уже, как говорится, кого уж нет, это те далечие, как Гиркин в тюрьме сидит, а большинство это абсолютные хапуги просто, просто хапуги, плюс к этому еще и военные преступники и убийцы. Мы все прекрасно помним, как они мародерили и мародерят в Украине, и сейчас продолжается ситуация, и вот они действительно продают и гуманитарку, и торгуют наркотиками, как мы слышали в предыдущем репортаже. Это большая война, это для кого война, для кого мать родна, то есть для них, это для многих, особенно командиров, война это очень выгодный бизнес, они заработают, вернее служат для того, чтобы обогащаться, и причем Путин, видимо, российские власти, они даже и не препятствуют этому, я думаю, что они в принципе закрывают на это глаза, потому что понимают, что никакой идейной мотивации воевать у них нет, а пускай уж лучше воруют, то есть исходя, я думаю, что исходят из этого российские власти, почему так себя безнаказанно чувствуют наркоторговцы или вот мародеры или вот те, кто продает гуманитарку. Так что все это, в общем-то, неудивительно, это все мы знаем, это все именно так давно уже есть и так и будет, но что в этом есть позитивного? Все-таки я как оптимист, я везде вижу некую позитивную, положительную сторону. Положительная сторона в том, что армия, которая не мотивирована воевать идейно, вся мотивация, которая в деньгах, она, как мы знаем, по истории, она очень, когда происходят какие-то сложные ситуации, когда люди начинают понимать, что гибель неизбежна, что никакие деньги не смогут компенсировать тот летальный исход, который несет эта война, они в какой-то момент просто разбегаются. Наемнические армии, они просто в какой-то момент, когда при первом же крупном шухере они начинают бежать. И, собственно, это вся надежда, потому что, в отличие от украинской армии, которая защищает свою землю, свою страну, которая идейно мотивирована, российская армия мотивирована только деньгами, коррупцией, воровством, и поэтому при сложных ситуациях на фронте, при таком неизбежности условного, такого летального исхода, она, я думаю, просто разбежится. Да, очень хочется, чтобы эту сокрушимость понимали, в том числе, и западные партнеры, которые, возможно, в этом почему-то сомневаются. Спасибо вам большое, Игорь, за участие в эфире. Игорь Эйдман, социолог, публицист, политический эксперт, был в эфире «Украина сегодня». Игорь Эйдман,